Четвертое задание устной части. Что это такое? Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Надеюсь, вы знаете про этот мем. Итак, это задание относится к высокому уровню сложности. Оно из себя представляет следующий момент. Это две фотографии на определенную тему. Один из топиков кодификатора. В данном случае это modern invention, современное изобретение, и мы видим, которое связано с темой household chores, домашнее хозяйство. То есть это один из топиков кодификатора, который, возможно, встретится на экзамене. То есть мы видим ряд лексики, которые нам необходимо знать. Это, так сказать, пылесос, машинка стиральная, загружать машинку, стирать и так далее. Там, джига ландрель, заниматься стиркой и так далее. Есть тема проекта. И здесь вот тоже вы уже слышите от меня, что это проект. Читаем само задание, как оно выглядит. Imagine that you and your friend are doing a school project. Школьный проект. Здесь интересный момент, сразу привлекает внимание, что вы и ваш друг. То есть вас двое. Если в 38-м задании проекта, вот именно графики и таблицы, там вы самостоятельно выполняете проект, и мы используем по этому местоимене I, первого лица 11-го числа. В данном случае вы с другом. И какая ситуация задания? You have found some illustrations, и вы нашли иллюстрации по теме проекта. And you want to share the news. И хотите поделиться, в общем-то, этой информацией со своим партнером по проекту. Leave a voice message. То есть это формат голосовухи, голосового сообщения. То есть есть определенный такой элемент неформальности. То есть, ну как мы отправляем голосовую? О, привет, Маш, я тут нашел картинки, сейчас я расскажу про них поподробнее для нашего проекта. Собственно, так примерно и начинается наше задание. Вот с этого начнется наш монолог. Итак, мы отправляем голосовое сообщение нашему другу или партнеру по проекту. И у нас есть две с половиной минуты на подготовку. Тайминг очень важен. А всего нам дается на наш монолог 3 минуты. Около 12-15 предложений мы должны уместить в это задание, чтобы полностью раскрыть все аспекты. И нужно сделать наш монолог, его провести по определенным пунктам плану, по порядку. Из чего состоит задание? То есть, первое, что мы делаем, это введение. Здесь не написано введение, нет такого. Но оно априори есть, как и завершение. Это, мне кажется, такой классический ход составителей ЕГЭ. Они любят это формально, чтобы было логичное начало, завершение. И это будет, соответственно, выученная часть. Я поподробнее еще расскажу о том, что будет во введении. Но в действительности это будет звучать примерно так. И мы называем тему проекта. В данном случае, 모든 inventions. Позволь мне побольше рассказать про них. Вот и все. Это заученная такая часть. И далее мы переходим к пунктам плана. Первое, что мы делаем, это описываем картинки. Даем краткое описание. Explain the choice of the illustrations for the project by briefly describing. Да, тут есть небольшая печатка. Describing them and noting the differences. То есть, мы должны кратко описать эти иллюстрации и обозначить отличия между ними. Здесь важный момент. Все, что мы будем говорить, должно быть связано именно с темой проекта. То есть, какие-то рандомные детали нам не нужны. То есть, мы все связываем. Что именно сказать, я прям конкретно скажу. Примерно на каждый пункт плана будет 2-3 предложения. Здесь, внимание, мы отвечаем на запрос. Во втором пункте плана мы должны обозначить обычно по одному плюсу. То есть, плюс модной инвеншинс, плюс в данном случае стиральной машины. Какой? Да, она экономит время и силы. И плюс робота-пылесоса. Ну, например, это легкость использования, дистанционное использование. То есть, или тебе не нужно прикладывать физических усилий, чтобы отрабанить этот пылесос. Опять же, связано с пылесосом. Mention the disadvantages. Следующий аспект. То есть, мы говорим, итак, плюсы по одному плюсу. И следующий пункт плана по одному минусу каждого из девайсов. То есть, минус стиральная машина, например, она шумная. И минус, в данном случае это робот-пылесос. Я не знаю, в углы он не достает, а там пыль все равно остается, как вариант. Следующий пункт плана. Express your opinion on the subject of the project. Здесь мы что? Что от нас требуется? Здесь необходимо выразить свою точку зрения. Your opinion. Ваше мнение. Сказать не общую какую-то фразочку. По конкретному запросу. Which mode invention you'd prefer and why? То есть, здесь два вопроса в одном. Какой из этих современных девайсов, представленных в данном случае на этих картинках, вы выбираете? И почему? Это в среднем два предложения. Personally, I'd prefer. И здесь важным аспектом является грамматическая форма. Здесь вот в самом пункте плана. Она может быть вот либо с would. То есть, какое изобретение вы бы предпочли. You would prefer. И значит, мы отвечаем именно в этой грамматической конструкции. Personally, I would prefer или I'd prefer. Там, не знаю. A washing machine. As it really helps to save time. Да? Да, и объясняю, обязательно пояснение даю. Почему? Вот. И следующий аспект это завершение. Завершение в свободной форме. То есть, ну, все, спасибо, жду твоего ответа, Маша, давай пока. Да, как вариант. То есть, мы к эксперту не обращаемся. Мы обращаемся к нашему партнеру по проекту. И в три минуты мы укладываемся. Это все по общим аспектам. И далее я дам схему ответа, что именно говорить о каждом абзаце. И так потому, что вот это все по общим аспектам, куда уже так Autополом, если яoy---- простой ясно. И еще не рекомендую. И. Продолжение следует...